Добрый вечер, Гомель! Мы в прямом эфире. Телефон в студии 342243, и это значит, что каждый из вас может стать участником нашей сегодняшней программы. Ну а сегодня первый день зимы, самое время поговорить о зимней дороге, какие опасности она таит для автолюбителей, для водителей и пешеходов. Зима, как обычно, в этом году пришла неожиданно. Выпал снег и посыпались сводки о несчастных случаях, ушибы, переломы, дорожно-транспортные происшествия. Многие оказались не готовы к такой погоде. И несмотря на то, что сегодня на улице дождь, все-таки тема зимней дороги очень актуальна. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается понижение температуры и гололед. Итак, чем опасна зимняя дорога? Дорогие друзья, поговорим об этом сегодня в нашей программе. Звоните в студию, пишите в Viber и оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Согласитесь, зима все-таки сложное время для автовладельца. Это низкие температуры, это малая продолжительность светового дня, это снег, это лед на дорогах. Вот как правильно ездить на автомобиле в таких непростых условиях? Знает блондинка за рулем. Встречайте, Элеонора Потапова у нас в гостях. Добрый вечер, Элеонора. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень рада видеть вас в нашей студии. Скажите, как добрались на передачу без происшествий? Добралась без происшествий. Снега нет, льда нет, поэтому очень такая приятная сейчас. Сегодня чуть приятнее, да? Да, поприятнее погода. Ну, машин много, поучаствовала в дорожной пробке. А, ясно. Все как обычно. Но я так понимаю, что вы не отказываетесь зимой от автомобиля, то есть в любом случае продолжаете жить этой комфортной жизнью? Я езжу на автомобиле постоянно, и днем, и ночью, и в любую погоду. И снегопады, и гололед. В любое время года никогда не оставляю ее без внимания, то есть это практически мой дом, это мой мир, и без нее никак. Ничего себе. Скажите, а как вы вообще относитесь к зимней дороге? Представляет ли она для вас все-таки какие-то неудобства, вызывает ли опасность какую-то? Становитесь ли вы более осторожны? Или разница никакой? Есть некоторые неудобства, но я бы не сказала, что они возят в какой-то ступор, или чтобы я именно боялась дороги. Как-то нет. Ну хорошо, а вы успели переобуться, что называется, в ваш автомобиль уже с зимней резиной? Обычно я переобываю автомобиль заранее, пока еще не наступают эти вот холода, заморозки, потому что езжу я много, езжу регулярно, бывает езжу за город, это бывает и 200 километров, и по-разному. Поэтому стараюсь, чтобы автомобиль уже был подготовлен к этой дороге, и чтобы не было никаких нюансов, потому что были случаи. Вот видите, блондинка за рулем, а какая ответственная, подготовилась заранее. Ну что ж, аплодисменты для вас. Как подготовить свой автомобиль к зимней дороге и чем отличается зимнее вождение? Дорогие друзья, поговорим об этом далее в нашей программе. Зима. Замечательное время года, однако зимняя дорога, как бы красиво она ни выглядела, таит в себе все-таки, согласитесь, немалый риск. Вот поговорим о том, какие опасности подстерегают нас на зимней дороге, и вообще готовы ли гомельские водители оказались к этой зиме. Я хочу пригласить в студию заместителя начальника Межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского обл. полкома Владимира Николаевича Чайкезова. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Николаевич, присаживайтесь. Ну и расскажите нам последние сводки ГАИ. Какая обстановка сегодня на дорогах? Можно отметить, да, что наблюдается некоторое увеличение дорожных трасс в происшествии. Ну, все-таки в этом году в основном это с материальным ущербом. То есть люди были пострадавшие, но не так много. То есть вы имеете в виду материальный ущерб, то есть пострадали автомобили? Чаще страдают автомобили. Скажите, а вообще уменьшилось ли количество транспорта на наших дорогах вот на этой неделе, когда выпал этот безумный снег? Да, многие люди отказывались от поездки, воспользовались общественным транспортом. Ну, наверное, здесь какая-то разумность все-таки присутствует, потому что если даже где-то не сам ошибешься, могут ошибиться по отношению к тебе другие участники дорожного движения и, может быть, неприятности. Сегодня не только первый день зимы, сегодня еще и день, когда на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины. Вот что показали эти первые снежные дни? Вот на Гомельщине готовы ли все-таки наши водители соблюдать подобные правила? Подготовились ли к зиме? Здесь можно отметить, что данное изменение в правилах дорожного движения вступило в силу с 2015 года. То есть уже несколько зим наши водители участвовали в дорожном движении с новыми изменениями, с новыми требованиями. Значит, сказано, что с 1 декабря по 1 марта водители должны использовать зимние шины при движении на автомобилях. То есть они должны быть оборудованы в соответствии с правилами дорожного движения. Ну и как? Оборудованы? Да, можно отметить, что в основном подавляющая часть автолюбителей восприняла это положительно. Да и многие предыдущие воды, когда это не было обязательно, когда это было рекомендовано, конечно же, использовали зимнюю резину. Вы знаете, мы сегодня долго дискуссировали перед передачей с коллегами, а как, в принципе, можно... Ну как будут действовать сотрудники ГАИ для того, чтобы штрафовать, для того, чтобы понять, ну не будет же каждый устанавливать машину и проверять? Значит, с новыми изменениями, с внесением подобных требований, естественно, появилось изменение и в административном кодексе. То есть за невыполнение требований данного пункта наступает административная ответственность. Поэтому, конечно, при внесении службы сотрудники на данное требование права дорожного движения обращают внимание и при его нарушении могут быть составлены административные материалы. Владимир Николаевич, скажите, штрафы уже были? Конечно. Уже есть и штрафы даже на сегодня... Конечно. С сегодняшнего дня, 1 декабря, уже наступает ответственность. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что делать тем, кто не успел переобуться? Вот как вести себя на зимней дороге и вообще стоит ли тогда... Это, ну, недопустимо, участие в дорожном движении на летней резине. Соответственно, необходимо воздержаться от поездки, подготовить свой автомобиль соответствующим образом, после этого, участвовать в дорожном движении. Я уверена, что многие телезрители слышат нас, но не понимают. Получается, что, дорогие друзья, вот обратите внимание еще раз, если у вас машина с летней резиной, вы нарушаете сразу два правила. Правило собственной безопасности, я правильно говорю? Правильно. И правило... Дорожного движения. Дорожного движения, да. Это не только штрафы, но и что-то, может быть, еще посерьезнее. Спасибо большое. Ну, вот наша героиня сегодня, Леонора, да, она вот уже переобулась и сделала это заранее. Давайте, знаете, вот предлагаю, как делать. Давайте вот здесь вот на этой доске сегодня мы обозначим, без чего вообще, в принципе, зимняя езда недопустима на наших дорогах. И первое, я так понимаю, это резина, да? То есть это зимняя резина, так и пишем. Зимняя резина. Леонора, я вот знаю, что у вас есть собственный такой набор, женский набор, да, вы даже в студию с ней кое-что принесли. Что находится в вашем автомобиле зимой? Расскажите. Да, это такой мой личный... Давайте попросим, да, поможем, Леоноре. Хорошо. Ну, обычно сначала я завожу, конечно, машину, чтобы она сама по себе грелась, да. В это время у меня есть такая щеточка, которой очищу снег. Она обязательно должна быть, чтобы действительно почистить машину. Это долго происходит вообще-то процедура? Ну, вообще, наверное, минут 5-7 успевает согреться автомобиль. В принципе, можно ее почистить и самому в это время согреться. Вот, скребок, которым постоянно очищу окна, дабы видеть все происходящее вокруг. Без перчаток это делать крайне сложно, потому что руки постоянно замерзают. Так, перчатки. Значит, так, давайте еще раз, назовите мне, пожалуйста, зимняя резина. Мы определили дальше что? Скребок. Скребок, щетка. Так, щетка, перчатки. Перчатки, да. Так, перчатки. Дальше. Если мы отправляемся куда-то в дальнюю дорогу, обычно я беру с собой плед. Плед. Сюда же можно еще дописать термос, потому что не всегда хочется остановиться где-то на трассе, где-то в каких-то полях. Вот, поэтому... Но это еще не все, что-то еще находится на столе. Еще есть у меня такая штучка. Ну, не покажу, как она тут называется, да. Это размораживатель для замков. Но в силу, наверное, своей какой-то не совсем такой женской логичности, я еще все никак не могу понять, как он действует. Потому что сколько я не пыталась разморозить свой, так сказать, крышку от бачка, куда заливать бензин, да, вот что-то у меня не получалось. Я так понимаю, что, наверное, этой жидкостью надо уже пытаться с лета как-то постоянно пырскать, пырскать, и что до зимы оно все-таки эффект пошел. То есть, ясно, этим пользоваться не умеем. Ну, вот как-то не дошла. Есть какой-то другой способ, наверное. Да, есть у меня научил, так сказать, один хороший мужчина, который видел, что я где-то на заправке, что-то там не получается у меня. Старый дедовский способ, ну, не знаю, как это... Главное, машину не спалить, да. Я просто грела ключ и вставляла потом в замок и пыталась как-то ключом уже теплым растопить вот этот лед. Это единственный способ, который действительно помог. Если есть какие-то другие... Зажигалка, зажигалка, да? Зажигалка, если есть какие-то другие способы, то, ну, хотелось бы, наверное, узнать, потому что сама пока не дошла. Спасибо большое, аплодисменты. Спасибо, Леонора. Владимир Николаевич, вот как вам такой вот женский набор для зимней дороги? Я бы еще здесь добавил, вот в первом пункте зимняя резина. При замене подготовки автомобиля я бы равнозначно отметил это проверка омывающей жидкости, чтобы она соответствовала тем температурным режимам, которые будут предстоять. Потому что при понижении температуры жидкость, которая хорошо используется летом, может просто банально замерзнуть. Так. Проверить необходимо отопление салона. Так. Чтобы стекла размораживались, ну, чтобы в машине зимой было тепло и так далее. То есть вот наряду с этим необходимо, наряду с заменой резины зимней... Сделать подобную проверку собственного автомобиля. Да, необходимо, конечно же, свой автомобиль подготовить. Хорошо. Но все остальные предметы, в принципе, вас устраивают или чего-то еще не хватает? Ну, в принципе, устраивают, но, значит, чего не хватает? Ну, как правило, при резком понижении температуры аккумуляторные батареи, особенно которые уже использовались несколько лет, они могут просто разрядиться и не завести ваш автомобиль. Поэтому тут... Да откройте, покажите, что вы принесли. Не повредит, вот, значит, в помощь автолюбителю это пусковые провода, которые помогают завести двигатель от внешних источников питания. Давайте мы достанем, покажем, как они выглядят для, может быть, начинающих автолюбителей, для зрителей. Вот в нашей студии молодые у нас тут люди находятся. Ну, вот они выглядят таким образом. Так. То есть необходима помощь другого автомобиля. То есть мы его называем нарук-прикуриватель, по-моему. Да, прикуриваем автомобиль. Давайте так и напишем, как называем в народе. Вот, кстати, очень часто помогает. Потому что, ну, другими способами это наиболее простой, наиболее быстрый... Дополняйте. ...и наиболее безопасный. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Чем опасна зимняя дорога? Напоминаю, это сегодняшняя тема. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Как управлять автомобилем в гололед и где этому обучают, знает следующий гость нашей программы. Встречайте, пожалуйста, Сергей Степанович Кириков, директор учебно-производственного предприятия Гомельская областная автомобильная школа, общественное объединение, Белорусское общество, автолюбители. Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. Ну, Сергей Степанович, ну, в народе вашу организацию называют проще. Автошкола Накотовского. Так она, в общем-то, знакома людям. Да, это как бы рекламная марка. Так. Вот, автошколы. Почему назвали так? Потому что название как бы Боаму тяжело запомнить. И наши выпускники говорят, где угодно вы обучались, но только не Боаму. Говорят, автошкола ЦАФ, учебный комбинат. Поэтому мы вот такое название. Ну, так вас, да, так вас увеличают в народе, кстати говоря. А вы знаете, у нас есть телефонный звонок, после которого мы обязательно поговорим о том, почему так важно переобувать автомобиль и менять шины зимой. Но для начала слушаем вас. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Иванович. Вопрос такой. Значит, сейчас темное время суток. Значит, в 8 еще темно, в 4 уже темно. По улице Гагарина сделано одностороннее движение, организовано в сторону от интернациональной, в сторону паркинга, в сторону рынка. Множество водителей, чтобы попасть на улицу Катунина, это так надо объезжать весь паркинг, рынок и возвращаться. Поворачивают на интернациональный проезд под знак движения запрещено. Там узенький проезд, даже не улица. И превратился проезд в улицу с двухсторонним движением. Особенно со стороны, грешат водители со стороны Гагарина. Дети идут утром в детский сад, в школу там идут 21-ю. Водители, ладно, пьехали 5 километров в час, носятся как шумахеры. Рядом финансовая милиция, есть кинокамеры. Можно же даже работника ГАИ утром поставить, минут на 15, и отучить. Превратили проезд между жилыми домами в улицу с двусторонним движением. Вот такой вот вопрос. Спасибо. Это скорее даже сигнал, я бы сказала, такой, для нашего гостя. Тем более сейчас темно. Тем более зима. И он не освещен толком, этот проезд, а машины просто-таки носятся. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Мы как-то прокомментируем сейчас? Да, конечно же, прокомментируем. Спасибо нашему телезрителю за звонок. Спасибо, что обратил внимание. Мы, конечно же, отреагируем на этот сигнал и отработаем. И те недобросовестные водители, я думаю, понесут заслуженную ответственность. Поэтому в ближайшее время, я скажу, в этом году, мы обязательно там поработаем. Тем более, этот проезд находится вблизи учреждения образования. Правильно отмечено, идут дети в школу. И, конечно же, здесь надо поработать. И водителей, так как и сказал телезритель, отучить. Правила дорожного движения должны соблюдать все. Обязательно. Все участники дорожного движения. Здесь как бы без вариантов. Спасибо большое, Сергей Спанович. Давайте вернемся к нашим шинам, что называется. Давайте расскажем тем, кто это не успел сделать. Или по какой-то причине делает это с большущим трудом. Почему зимой на зимней дороге так необходимо иметь зимнюю резину? Ну, зимняя, летняя резина работает только до 8 градусов. Потом она твердеет. И теряет свои цепные свойства. То есть увеличивается, уменьшается коэффициент стекления с дорогой. При этом, вот. Поэтому зимнюю шину нужно менять, когда уже становится средняя суточная температура 8 и ниже градусов. Обязательно нужно менять летнюю шину на зимнюю шину. Скажите, а как еще обезопасить свой автомобиль с наступлением холодов? Мы составили такой список. Наверняка у вас есть какие-то более существенные еще дополнения. Я бы сюда еще добавил проверку технического состояния аккумуляторной батареи. Аккумуляторную батарею нужно проверить уровень электролита. Значит, проверка аккумулятора, напишем. Да, уровень электролита. Плотность электролита должна быть на зиму 1,27, поставить на базарядку. Потому что аккумуляторная батарея при движении в городских условиях она недозаражается. Поэтому в этом случае, чтобы она зимой не подвела при морозах, проверить ее техническое состояние. Можно еще добавить, что в последнее время уже продаются аккумуляторные батареи необслуживаемые. И там есть специальный индикатор, который должен гореть зеленым цветом. То есть на это внимание надо обратить. Если батарея исправна, то будет зеленый свет. Если нет, то там будет шкала изменяться. Элеонор, вы понимаете, о чем идет речь? Я понимаю, но я понимаю, что я не буду этого делать. Почему? Совершенно правильно. Наверное, потому что я... Каждый должен заниматься своим делом. Я не могу дойти до всех деталей, которые надо проверить. Жидкость, понятно, что я заливаю, резину, все остальное. Но до аккумулятора как-то еще пока не дошла. И до вот этих вот прищепок, которые надо прикуривать, подкуривать. Я думаю, что лучше... У вас не такой типичный подход женщин, как вы считаете, автомобилист? Я считаю, да. Но, тем не менее, надо в общем-то понятие иметь. То есть при обращении это в какие-то технические организации, то есть автостанции и так далее. Это вам все могут проверить, посмотреть, ну, так сказать, подготовить автомобиль к зиме, чтобы не было каких-либо неожиданностей. Спасибо. Спасибо, Елеанур, и вам за вашу откровенность. Кстати, вот расскажите, в вашей жизни случались ли на зимней дороге какие-то, ну, такие опасные ситуации? У меня было, наверное, три опасных ситуации. Ну, все случались они зимой, да. Но одно, был у меня занос, и занос на 180 градусов на таком достаточно опасном повороте. Это в 17-м краю, не знаю, как правильно там обходы эти называются. Вот, я, наверное, немножко не с той скоростью туда вошла. Было обледенение, первый день выпал снег, асфальт покрылся льдом, потому что там рядом речка находится, и тот участок очень быстро замерзает. Я развернула 180 градусов, мне повезло, что у меня рядом не было машин, вот, и, в принципе, все обошлось, но коленки тряслись, адреналина так хорошо. А вы вот потом анализировали ситуацию, вот можете сейчас назвать причину, вот как думаете, почему так произошло, что случилось? Причина, потому что надо скорость сбавлять заранее и не гнать, где не надо. Сергей Степанович, Сергей Степанович, как можно прокомментировать вот такую ситуацию на зимней дороге? Как вы думаете? Вы правильно назвали причину, что неправильно выбрана скорость, то есть вы сильно с большой скоростью вошли в повороты. Вам нужно было до поворота снизить скорость, перейти на пониженную передачу и поворот уже проходить на пониженной передаче. При этом запрещается категорически на повороте выключать сцепление, что значит выключать? Нажимать на педаль сцепления. Не рекомендуется тормозить, не рекомендуется. И действия ваши были неправильные. Если здесь вы вошли уже, у вас получился занос, вам нужно было работать рулем, то есть руль поворачивать в сторону заноса. Или у вас переднепроводной был автомобиль? Да, переднепроводной. Вот, переднепроводной автомобиль, значит нужно еще немножко добавить подачу топлива, то есть газ, чтобы как бы перед вытаскивал зад, то есть выводил из заноса. Но здесь главное, работайте рулем на опережение. Если вы в сторону заноса руль повернули и автомобиль только начинает выходить из заноса, здесь вы должны руль в обратную сторону. То есть рулем работать как бы на опережение. Спасибо большое. А вот поворот, да, и, наверное, тормозить вот этот вот процесс на зимней дороге, наверное, два самых опасных момента. Скажите, вот говорят даже иногда, что тормозить это вообще особое искусство на такой вот дороге. Что можно, как прокомментируете? Да, если у нас автомобиль оборудован антиблокировочной системой, то здесь проблем, как тормозить, не возникает. Водитель ведет на тормоза, а электроника выполняет свою работу. Она не дает блокировку колес. То есть что значит блокировка колес? Это предотвращает, блокировать колеса, они не идут на юс. Притом сохраняется управляемость автомобиля, можно свернуть. И при торможении на грани блокировки уменьшается тормозной путь примерно на 20%. Если такой автомобиль не оборудован антиблокировочной системой, то здесь нужно тормозить уже водителю. Водителю надо знать, как тормозить. А как тормозить нужно? Вот я слышала, помните, перед передачей Леонора говорила, я так услышала, край муха, что она тормозит рывками. Вот такое у него было выражение. Правильно она говорит. Это называется ступенчатое торможение. То есть на грани блокировки. Нажимаем на тормоз, как только колеса начинают блокироваться, но приходит понимание водителю с опытом, с навыками управления. Как только начинают блокироваться... Пару заносов и поймешь, да? Нет, ну это нельзя допускать. Конечно. Вот, отпускает немножко. И так вот ступенчатое тормозит. Спасибо вам большое. Мне кажется, очень ценная информация. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Олег. Слушаем, Олег. Я хочу узнать. Есть такая резина. Она называется All Season. Всесезонная. На ней вот в странах Европы ездят и летом, и зимой. Как она воспринимается у нас? Можно ли на ней ездить зимой? Спасибо. Это резина специальная для зимы и для лета. То есть такая универсальная. Спасибо. Универсальная. Спасибо. Хороший вопрос. Он часто возникает даже среди наших коллег тоже. Кто прокомментирует? Нет такой универсальной резины. Есть зимняя и летняя. Потому что не может зимняя резина работать летом. Потому что зимняя резина, она мягкая. Да? Вот мягкая. Летом она не подходит. Наоборот, летняя резина не может работать зимой. Потому что она, как я уже сказал, 8 и ниже градусов, она твердеет. То есть дубеет. И ее свойства степные падают намного. То есть вы говорите о том, что такой резины в принципе не существует? Или что такая резина есть, но она не может быть и для зимы, и для лета? Это только говорить, что всесезонная нет. То есть в принципе такого резины нет? Сергей Степанович, Олег остался на связи с нами. Он хочет задать еще один вопрос. Существует зрение законодательства. Так, секундочку. Секундочку. Но допускается так же, как и в Европе. У нас допускается использование. Хотя здесь правильно отмечено, что универсальность все-таки идет в ущерб качеству. Спорный вопрос, да? Насчет универсальности. Идет в ущерб качеству. И, конечно же, всесезонная резина не будет настолько хорошо работать так, как работает зимняя резина. Но использовать ее можно. Использовать можно. Но это вот интересное замечание. Олег, мы вас слушаем. Вы еще с нами? Да-да, я с вами. Слушаем. Я еще хочу спросить, а почему в зимнюю резину не переобуваются автомобили грузовые, атомофуры, спецвозы и всякая такая вот техника? Они очень часто лежат на боку в кувете и очень сильно осложняют движение, влияют на безопасность. Пожалуйста, объясните. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Спасибо, Олег. Ну, в правилах четко сказано, кому нужно перебываться. В первую очередь, это автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн, легковые автомобили, грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн, и автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть перебуты обязательно в зимнюю резину. Все. Вот так говорилось. То есть правила... Все остальные, все остальные правила не сказаны. Спасибо большое. Спасибо за вопросы и спасибо за ваши ответы. Ольга, наша телезрительница в Вайбере задает вопрос, есть ли у автошкол сегодня возможность учить водителей вождению в экстремальных ситуациях или просто научить ее водить автомобиль в ночное время? В автошколе экстремальному вождению не учат. Ну, в ночное время, да, пожалуйста, автошкола предоставляет услуги всем желающим дополнительное вождение. В любое время можно прийти, записаться, записаться по телефону, заключить договор, оплатить и пройти обучение. Обучение именно в ночное время? Как водить автомобиль? В какое угодно можно пройти обучение. А экстремальное вождение? Экстремального вождения нету пока. Ну, как можно проводить экстремальное вождение? Это зимняя экстремальное вождение, это зимняя дорога, я считаю. Это одно из самых экстремальных вождений на сегодняшний день. В Гомеле нет такой услуги экстремального вождения. Здесь, наверное, можно сказать, что дополнительные уроки, то есть где-то человек пропустил какие-то уроки, он хочет дополнить знания и практику, и на практике. Попрактиковаться. При том, как он будет управлять, на его какие-то возможные ошибки указал специалист вашей школы. Поэтому здесь, наверное, скорее идет правильно отметить, что именно дополнительные уроки, они помогут, они улучшат, в любом случае улучшат навыки вождения. Если кто-то сегодня не уверен в своих знаниях и боится той же зимней, наверное, дороги, можно получить вполне дополнительные уроки в автошколе. Эта услуга и пользуется жители нашего города, даже приходят, выпускники других школ приходят. У нас работают специально на дополнительном обучении два автомобиля, это «Шкодорапид». И приходят, и мы оказываем эту услугу, и довольно успешно оказываем. И желающих, мы желающих, то есть неиспытываем недостачу. Сергей Степанович, вы знаете, здесь вопрос в Вайбере. А с какой скоростью ездите вы, спрашиваете ли, зимой? Ну, это, знаете, такой, должен быть ответ рекомендации, я думаю. Поэтому отнеситесь к нему очень ответственно. Как начал я работать в школе, я начал немножко, ну как, немножко соблюдать правила дорожного движения, потому что и сам преподаю, поэтому ученикам это говорю, что нужно на дороге иметь свежую голову, свежий рассудок, то есть вот, и помнить, что человеческая жизнь – это важнее всего. Хорошо, ну давайте ответим на вопрос, с какой скоростью? Не нарушаю. Я думаю, что это тоже хороший, в принципе, ответ. Не нарушает. Ну что ж, спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте, пожалуйста, можно ли записаться на обучение в вашу автошколу на лето заранее? И есть ли какой-то ускоренный курс, чтобы быстро получить права? Ой, как хорошо. Спасибо большое. Вот, очень интересный вопрос. Мало того, что уже человек хочет, да, научиться, но еще хочет это сделать очень быстро, наверное, слишком уверен в своих знаниях. Да, значит, программа подготовки автоводителей, автолюбителей, она для всех школ одинаковая. То есть срок обучения не менее трех месяцев, не менее, это обучаются, плюс экзамены в школе и в ГАИ, это где-то три с половиной, минимум три месяца должен ученик, да, прошел курс обучения. Это обычный курс обучения. Обычный курс обучения. То есть он для всех школ одинаковый. Записаться, пожалуйста, у нас набираются группы, группы дневные, выходные, вечерние. Уже на лето можно, да, записывать? Можно и на лето. Ну, свободно. У нас конкуренция большая, школа много, и мест хватает. Потому что мы рады всем желающим. Всем желающим, пожалуйста, приходите. Спасибо. Но давайте еще раз уточним. Менее, быстрее, чем за три с половиной месяца, сегодня научиться водить автомобиль и получить права невозможно. Невозможно. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Зимняя дорога – тема нашей программы. Как коммунальные службы подготовились к снегопадам, которые были на этой неделе, которые будут дальше, которые нас ожидают еще, и какими будут вообще наши дороги этой зимой? Поговорим об этом далее в нашей программе. Я хочу пригласить в студию первого заместителя, генерального директора коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельское городское жилищно-коммунальное хозяйство». У нас в гостях Григорий Григорьевич Туровец. Добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас в нашей студии. Присаживайтесь, пожалуйста. Григорий Григорьевич, ну вот что показала вот эта неделя, вот эти заснеженные дни вообще? Как справились наши дорожные службы со снегопадами? Ну, я хочу сказать одно, что для нас наступление зимы не является неожиданным. Мы всегда к зиме готовимся сразу же после окончания предыдущего зимнего периода. Поэтому работа организуется по сводкам метеослужб с учетом ожидаемой температуры и выпадения садков. Уличная дорожная сеть с движением пассажирского транспорта обслуживается государственным предприятием Горсаб. Оно полностью укомплектовано специализированной техникой снегоуборочной. Можем видеть, можем видеть сейчас эту технику. Да. А также имеется заготовлена песко-соляная смесь, 25 тысяч тонн по нашим расчетам должно быть достаточно. Но если вы наблюдали, как производилась очистка от снега и гололеда после первого снега, то можно сказать, что неожиданно не явилось выпадение этих обильных осадков. Просто нужно понимать одну вещь, что когда выпадает снег, существует определенная технология. Снег убирать специализированной техникой, вот как вы видели, сразу же после выпадения и накопления, его нельзя. Его нужно осуществлять, эту работу, два этапа. Первый этап – это полностью проезжую часть уличной дорожной сети покрыть вот этой песко-соляной смесью. То есть ческом солью сначала покрывают? Да. Для чего? Для чего? Для того, чтобы пошел процесс растапливания вот этого снега. Только после этого идут звеньями по четыре машины, оснащенные там специальными щетками, специальными лопатами, так называемыми. И асфальт в этом случае очищается до нужного нам состояния. Сколько время это должно пройти? Так вот время. А время срабатывания соли зависит от температуры наружного воздуха. Эта песко-соляная смесь приготовляется в определенных соотношениях, в зависимости от наружной температуры. Обрабатывается, и необходимо около часа с чем-то, вот если минус 10, чтобы она заработала. То есть как раз пока приедет техника. Вот, техника едет, техника прошла, песко разбрасывали, покрыли этой солью. И после этого, когда уже доходит, скажем так, эта смесь до кондиции, идут звенья по четыре машины. Значит, звенья очищают, и вы тогда видите, что асфальт скрывается. Если же не соблюдать данную технологию, это черваты очень большими последствиями. То есть снег вы никогда от асфальта не очистите. Появляется наледень, появляется все. Поэтому... А вот мне интересно спросить у Владимира Николаевича, как вообще госавтоинспекция оценивает состояние наших дорог сегодня, если мы говорим на тему зимняя дорога? Ну, оценивают удовлетворительно. Действительно, коммунальные службы готовятся. Это происходит ежегодно. Здесь уже система отлажена. Мы проводим мониторинг как уличной дорожной сети, так и мониторинг готовности наших служб. В принципе, можно ответить, что да, действительно, мы готовы. Но еще добавить, что бы хотелось, это то, что здесь правильно отмечено. Существует некий период, когда дорожное покрытие после выпадения снега, оно может находиться в нехорошем состоянии. То есть есть какая-то скользкость и так далее. И вот этот период наиболее опасен для водителей. Этот период, он возникает почему? Есть определенные сроки, есть определенные возможности коммунальных служб и также определенная технология борьбы с противогололедными средствами и так далее. Поэтому водителю, конечно же, в соответствии с правилами дорожного движения, необходимо выбирать скорость, необходимо учитывать дорожное состояние, метеорологическое состояние, интенсивность движения и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, водитель должен это все видеть и должен это все учитывать. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут? Владимир Иванович. Слушаем, Владимир Иванович. Ну, вот я смотрю, ваша передача вся зациклена на том, на зимней резине. Можно и так сказать, да. Ну, но есть такое еще понятие подготовка, всесезонная подготовка к зиме, то есть, автомобиля. Так. Это значит, надо посмотреть и тормоза, и смазку, и в том же числе и аккумулятор, и все остальное. Это подготовили. Но в советское время ездили без зимней резины, и всех устраивал этот вопрос. Потому что не было в то время зимней резины, всесезонной, как вы говорите, и все остальное. Просто были люди обучены, и было у меня стаж водительский, 40 лет я проработал водителем. И сейчас упираются все на зимнюю резину. Надо иметь просто зимние мозги, чтобы справляться со всеми трудностями в зимнее время. А вы ездите сейчас на какой? На зимней резине или на летней? Нет, у меня нету зимней резины, и у меня стоит автомобиль под окном сейчас. То есть, вы считаете, что на летней резине безопасно на зимней дороге? Серьезно? Ну, я считаю, что я смогу проездить и на летней резине. Вы считаете, что вы, в принципе, сможете вот так вот проехать на летней резине? Да, просто надо иметь зимние мозги. Ваше выражение мне понравилось. Спасибо. Зимняя дорога, зимние мозги. В принципе, да, хороший слоган для нашей программы. Спасибо вам большое за звонок. Нам ваше мнение тоже очень важно. Спасибо большое. Аплодисменты. Будут комментарии? Да, я хочу прокомментировать. Пожалуйста, да, пожалуйста, Григорий Григорьевич. Вот, да, здесь было помято в советские времена. Но есть такое понятие пропускная способность улиц, пропускная интенсивность движения. И если в то время, в советские времена, было автомобилей, значит, на этой же проезжей части посмотреть, вот Белгут... В десятки раз больше. Да, в десятки, в пятнадцать раз меньше. Белгут всегда делал анализ. То сейчас у нас в среднем в год увеличивается число зарегистрированных автомобилей на 10-15 тысяч. Да. 10-15. И, по-моему, уже более 150 тысяч автомобилей в городе Гомеле на 530 тысяч населения. И, конечно же, маневрировать в такой обстановке. И вот это все тут... Я бы сказал так, что здесь идет, время развивается, изменяются дорожные условия, изменяются условия, транстехнические характеристики, транспортных средств, увеличивается где-то, может быть, скорость и так далее, возможности набора этой скорости. То есть вот такие условия, они меняются. И, конечно же, должны и мы, как госавтоинспекция, дорожные службы, должны мы под это подстраиваться. Почему и вводятся дополнительные какие-то требования, с учетом, мы должны шагать в ногу со временем. Поэтому все прогрессирует, все развивается, и мы должны не отставать. Спасибо. Я бы здесь отметил. Спасибо большое. Есть интересное сообщение в Вайбере. Светлана спрашивает, хотелось бы узнать у организаторов дорожного движения, что делается в нашем городе для безопасного передвижения на велосипеде. Многоточие. В любое время года. Ну, спасибо, что уточнили, Светлана. Ведь самый большой фактор риска – это отсутствие должной инфраструктуры. Ну, здесь, конечно же, не поспоришь. Что вообще можно сказать про велосипедистов на зимней дороге? Сегодня это, в принципе, частое явление, да. Как прокомментируете? Ну, и про инфраструктуру хотелось бы. Согласно правил дорожного движения, в условиях гололеда и при упадении снега запрещено движение по дорогам на велосипедах. Коротко и ясно. Инфраструктура. Как можно прокомментировать? Инфраструктура, да. Можно согласиться, что на сегодняшний день для велосипедистов, конечно, инфраструктура только в стадии начинающей какой-то. Потому что мы экспериментально на определенных улицах, значит, где позволят ширина пешеходного тротуара, обозначили для велосипедистов, разметкой обозначили их зону действия. То, если взять центральную часть города, где сложилась застройка, где пространство ограничено, здесь существует проблема. Хотя бы взять, кто ходит по улице Советской, посмотрите, даже тот тротуар, который по ширине, он вроде бы достаточный. Ну, возьмем, к примеру, участок улицы Советской, ну, напротив сквера Громыка, чтобы было все понятно. Да, рядышком. Тротуар более-менее по ширине, там позволяет свободно ходить пешеходом. И если там проезжает велосипедист, есть проблемы для пешеходов, есть обеспокоенность какая-то. Я думаю, что велосипедисты хотели бы сейчас услышать, что делается или вообще не будет делать в этом направлении. Однозначно делается. Значит, по новым микрорайонам, по новой застройке и в проектной документации, и в технических условиях, которые выдаются на всевозможные, значит, объекты, строительные объекты, учитывается и забивается и обязывает застройщиков это выполнять. Что касается существующей застройки, значит, также при капитальном ремонте, при какой-то реконструкции также выделяется. Но что такое на существующей застройке, скажем, микрорайон Аэродром или улица Трудовая или что, что там можно будет выкроить, за счет чего, чтобы каким-то образом... То есть вы сами еще до конца, я так понимаю, что сами еще до конца не знаете, как можно помочь нашим велосипедистам, а может быть попробовать послушать их предложения? Нет, помочь на отдельных участках, и они совместно вот с госавтоинспекцией, имеются у нас адреса, имеется перечень, где эти участки обозначены, где и госавтоинспекция идет навстречу, где позволяет ширина. Но вот замкнуть велосипедист, он, если он уже настоящий велосипедист, он хочет выехать с точки А и приехать с точку Б. И на отдельных каких-то участках не тащить велосипед вручную, переходить, а ехать полностью. Спасибо. Вот такая возможность замкнутой велосипедиста. Я поняла, спасибо большое. Есть вот сообщение, хотят уточнение велосипедисты. Расскажите еще раз, как можно в зимний период передвигаться велосипедистам. Я так понимаю, интересует сегодня можно или нет, я так понимаю, вот в такой день, как сегодня, ведь все-таки зима. Да, в правах дорожного движения условия гололеда и выпадения снежных осадков. Сегодня нет на сегодняшний день дорог. Но ночью будет гололед. Ночью, значит, нет. И это уже нарушение. Если будет гололед, то по дороге, конечно же, ехать нельзя. Я бы хотела, вы знаете, спасибо большое, я бы хотела вернуться к дороге. Элеонора, вот скажи честно, ты чувствуешь вот эту вот соль, которую посыпают наши дороги? Моя, например, обувь, я знаю, что автомобили тоже страдают очень часто от этого покрытия, которое мы сегодня используем наши дорожные службы. У тебя происходят подобные нервные такие моменты? Ну, насчет автомобиля я не могу сказать, что я уже определяю, как там соль разъедает или нет, но обувь, да. Обувь постоянно страдает, и от этого очень грустно, потому что соль все-таки такой едкий материал, который разъедает соль. Ну вот мы до передачи стали спорить, дискутировать на эту тему, и, честно говоря, я для себя даже вот открыла эту новость, что, оказывается, соль и песок – это единственное на сегодняшний день средство, уже такое испытанное, да, которое используется во многих странах. Значит, позвольте мне ответить. Очень даже хотим этого, да. Нужно выбирать, что важнее – гололед, зима, пешеход, обработать тротуарную плитку или же асфальтовое покрытие, песко-соляной смеси, на которой можно пройти, не поскользнуться, не сломать, значит, рука, нога и так далее. Травматизм очень большой, когда, значит, идет гололед, и самым, конечно, средством надежным – это обработка вот этой поверхности, которая покрыта льдом – это песко-соляная смесь, которая должна не только растворить лед, который существует на поверхности асфальтовом, но и обеспечить сцепление. Вы на таких каблуках ходите? Я еще езжу на таких каблуках. Да, мы ходим на каблуках зимой. Вот, это опасно, это опасно. Поэтому предупреждают и органы здравоохранения, и учреждения образования, школьнику предупреждают, чтобы так же, как и на… Но в любом случае альтернативы на данный момент не используются. Сегодня наши дороги покрываются солью и песком. Ну, не солью и песком. Это называется песко-соляная смесь. Смесь, хорошо. Песко-соляная смесь. И эта песко-соляная смесь, она заготавливается. И там, в зависимости от температуры наружного воздуха, чем больше минус, тем больше должно быть соль. Чем меньше, значит, должно быть песка больше, чтобы скользоты не было, соли меньше. То есть это все в пропорциях регулируется. А вы знаете, у нас телефон на звонок. Мне подсказ, по-моему, как раз-таки про покрытие, если я правильно поняла. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Полина. Приятно. У меня такой вопрос к организациям, присутствующим у вас в студии. Да. Значит, куда я могу обратиться, если я считаю, что дорожное покрытие не было обработано своевременно. Да. И вот, и считаю, что это может повлечь какие-то последствия. Хороший вопрос. У меня следующего характера. Вот сегодня мне довелось оказаться в роли пешехода, шел дождь. И мне интересно, какими организациями у нас регулируется ширина тротуаров. Потому что вся эта смесь, снег, дождь, соль, которая была обработана дорога, оказывается на пешеходах. Пешеходы облиты с ног до головы, потому что тротуары очень узкие. Спасибо. А ливневки не справляются. Вот, кстати, очень интересно. Спасибо большое. Очень интересный поворот, да, вопроса. Мы говорим о том, что каблуками что-то из машины происходит, а человек просто говорит, что просто расширьте тротуар, грубо говоря. Вот как можно прокомментировать? Вот сейчас отвечу на первый вопрос. Значит, все замечания, все предложения круглосуточно, без выходных, праздничных дней вы можете подать по телефону 115 с любого мобильного устройства. Так, 115. Давайте мы его запишем. Это оперативно-диспетчерская служба Гомельско-городского ЖКХ, которая находится на Советской 12. Мы безотлагательно реагируем не только на вот эти предложения или что, и на другие, которые к нам поступают. И сразу же в соответствующие специализированные предприятия даем заявки или предписания на выполнение той или иной работы, которая там круглосуточно, без выходных. Все фиксируется, все записывается. То есть, дорогие друзья, если вы видите, что в вашем дворе сплошной гололед, и вы не можете просто там передвигаться, и вашим детям опасно идти в школу, вы можете позвонить по этому телефону и сообщить, я так понимаю, о подобной ситуации. Спасибо, это очень ценная информация. Второй вопрос есть. Речь шла не о том, а речь шла об зауженных тротуарах. Опять же, зауженные тротуары, но это все центральная часть города. Мы на улице Трудовой уже никуда тротуар не расширим. В сложившейся застройке и существующих объектах, и благоустройство, и жилых домов, тут ничего не сделаешь. Это центральная часть города. Что касается тротуаров, я еще раз повторяю, если взять уже новые микрорайоны, 59 микрорайон, так называемая Шведская горка, да и та же улица Мазурова, там тротуары уже имеют ширину, более приближенную к современным требованиям, и там находятся на удалении, и это не попадает. Конечно, на улице Советской, в отдельных местах, особенно на участке от улицы Крестьянской, в сторону площади Ленина, зауженные тротуары, зауженные тротуары и далее по Советской, по Центральной, на улице Пушкина, но можно говорить о многих улицах в центральной части города. Тут ничего не сделаешь. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Мы нас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Николай. Слышим, Николай. Скажите, пожалуйста, вопрос. Сегодня довольно темно, и вот есть проблема такая, нерегулируемые пешеходные переходы, их освещение. Особенно это касается и перехода около школ, и где-то, может быть, такие районы, которые более спальны. То есть вопрос просто для водителя, это проблема, когда едешь, и пешеходный переход, а фонари на нем не работают. Вот насколько внимания уделяется стороны ГАИ. Спасибо. А может быть, у вас есть какой-то конкретный адрес, какой-то конкретный светофор, на какой-то конкретной улице? Нет, ну, я думаю, это проблема не только конкретного адреса. Просто хотелось бы, насколько вообще эта проблема контролируется со стороны ГАИ. Спасибо большое. Я отвечу. Дело в том, что... ГАИ же вопрос был. ГАИ, а я скажу, почему увязывается. Действительно, эта проблема контролируется ГАИ, и действительно, ГАИ, вы правильно сказали, конкретные адреса, у нас имеются конкретные предложения, особенно детское и дошкольное учреждение. Именно по этой теме, дополнительное освещение пешеходных переходов. Выполнение вот этих рекомендаций, которые дают, конечно, оно идет по мере финансирования вот этого, но внимание самое серьезное, и предприятие... То есть все в работе? Да, можно сказать, предприятие ГАИ. Я тоже отвечу на этот вопрос. Внимание на сегодняшний день детскому дорожному транспортному травматизму уделяется большое. Мы в этом году впервые, значит, ну, так можно сказать, систематизировали, ввели такое понятие, как паспорт школы. Сотрудниками госавтоинспекции проводилось обследование уличнодорожной сети вблизи учреждения образования. Обследовалась те условия и та профилактика, которая действует в конкретном учреждении образования. Поэтому я со стопроцентной гарантией могу сказать, что ни одно учебное образование без внимания госавтоинспекции на сегодняшний день не обошлось. Изучалось в том числе и уличное освещение вблизи школы. Да, действительно, есть проблемы. Есть проблемы. Выдавались и предписания, рассматривались эти вопросы и на заседаниях райисполкома, с участием дорожных служб. То есть подвижки в этом направлении ведется. Но здесь невозможно все сразу, мгновенно осветить и все построить. Подвижки есть. Дорожные, коммунальные службы, руководство города эти проблемы решает. Мы делаем какие-то свои предложения, вносим, выдаем предписания и так далее. И потихоньку, но решаем. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что каждый из вас может стать вот так же участником нашей программы. Пишите в Вайбер, звоните в студию, задавайте свои вопросы нашим гостям. Дело в том, что сегодня у вас есть уникальная возможность пообщаться сразу с представителями таких вот самых популярных, я бы сказала, в народе организаций. Это госавтоинспекция, жилищно-коммунальное хозяйство и автошкола. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Мы работаем в прямом эфире. Тема нашей сегодняшней программы «Зимняя дорога». Очень много сообщений поступает для наших гостей. Вот есть некоторые из них. Например, Мария в Вайбере пишет. «Очень хочу научиться водить автомобиль, но не могу решиться, куда пойти учиться на права. Боюсь машин. Надо ли себя заставлять?» Вот такой интересный вопрос. Ну, заставлять я не надо, конечно. Почему боятся машины? Ну, нужно попробовать. Нужно попробовать, да? Попробовать, да. Все приходят в школу, да, приходят, да, вот, даже начинают занятия, начинают обучение, вот, даже собираются уходить, бросать обучение. Потом, когда начинается уже получаться, ох, выходит, ох, как хорошо, как приятно, как учиться и управлять автомобилем. Вот очень интересный вопрос, страх в управлении автомобилем. Прежде чем мы продолжим эту тему, вот Алена говорит, я тоже в свое время боялась, это видно так, вот, девчонки, наверное, списались там в Вайбере, пока мы тут с вами общаемся. Про светофоры, да, и мы друг с другом уже поговорили. Я тоже в свое время боялась, что сяду за руль и глаза открыть от страха не смогу. А потом ничего, нормально, даже понравилось. Вот, как бы, да, подтверждает ваш ответ. Бояться нечего, потому что обучаемый приходит в школу обучиться, а обучаться, он не является водителем управления. Водителем является инструктор. Поэтому бояться, отвечает инструктор за ученика. А вообще есть такая категория людей, которым вот не дано, не дано водить автомобиль? Статистики по статистике, что 3% населения не может управлять автомобилем, а все остальные могут. Все-таки есть. То, что не дано, да. О том, что это за категория населения, поговорим, наверное, на следующей программе. Но вы знаете, а вообще кто такой типичный ученик сегодня автошколы? Мне вообще так кажется, что это женщина больше, нет? Женщины чаще посещают. Типичный ученик? Нет, я бы не сказал, что это женщина. Здесь разная категория людей приходит. Много женщин приходит, в возрасте приходят женщины. Ну, также и много парней, и мужчин много приходит. Если взять процентом отношения, то 50 на 50 процентов где-то. А, 50 на 50. Я была уверена, что чуть больше. Тему продолжим обязательно, сразу после телефонного звонка, потому что тема очень интересная. Кто вообще важнее на дороге, мужчина или женщина, я бы так сказала. Добрый вечер, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Вячеслав. Слушаем, Вячеслав. Вот по поводу города Гомеля, выезда со стороны магазина Рублевского. Вот если ехать со стороны Злина, один светофор со стороны Евроопта, второй. А вот со стороны Рублевского, если выезд, светофора нету, и практически, если утром пробки, вечером пробки выехать, практически невозможно. Что можно сделать с этим вопросом? И как можно, вот буквально от одного светофора до другого метров 500, а с этого перекрестка выехать практически невозможно? Ясно. Спасибо. Вопрос ваш понятен. Спасибо. Люди требуют еще один светофор. Спасибо за звонок. Хочу сказать, что все звонки, все обращения, они, конечно же, не останутся без внимания. Мы изучим данный вопрос. Выезд в районе магазина Рублевский. Это больше касается организации дорожного движения. У нас есть соответствующий отдел, который проводит эту работу. Мы позанимаемся. Спасибо большое. Итак, продолжаем тему вождения, тем более, что тема нашей программы «Зимняя дорога». Вождение – это один из самых важных сегодня моментов нашей программы. Элеонора, как давно получили права? Сколько лет за рулем? За рулем я уже 7 лет. То есть опыт есть, в принципе, да? В принципе, есть. Ну, тогда ответьте на вопрос. Как вы считаете, кто более ответственный на дороге, мужчины или женщины-водители? Ответственны, конечно же, женщины. Я тоже не слухаюсь. Ну, мужчины, они чувствуют себя, конечно, поувереннее на дороге. Женщины, они более аккуратные, я бы сказала, немножко более мнительные. Хотя по вождению, я думаю, что и мужчины, и женщины вводят, в принципе, одинаково. Хотя 90% мужчин уверены на 100%, что они вводят просто изумительно. Что они главные. Это нормальная характеристика, мне кажется. Я вот смотрю, ГАИ с нами не согласны. Ну, конечно, не согласна. Я считаю, что более ответственный тот, кто больше опытен на дороге, кто больше имеет опыт, кто понимает, что как дорого порой обходятся ошибки управления, ошибки человеческие, нарушение правил дорожного движения, это тоже является ошибкой, которая приводит к трагическим последствиям. Поэтому кто более опытен, тот и более ответственный. Ну, вы знаете, мне кажется, Сергей Степанович сейчас полностью наш спор разрешит. Потому что, вот я думаю, попробуем сейчас привести, скажем так, ну, такие статистические какие-нибудь цифры, кто лучше на экзамене сдает вождение и сдает вот эти правила дорожного движения в ГАИ, тот, наверное, и круче на дороге. Вот расскажите, женщины или мужчины? Ну, здесь нельзя однозначно сказать, что женщины лучше сдают, мужчины лучше сдают. Здесь все зависит от личностных качеств и человека. А, все-таки вы? Конечно. Как это работаете? Как относится к обучению? Как относится к посещаемому занятию? Вот, это важно при сдаче экзамена, потому что... Когда... Статистика показывает, если посещаемое занятие плохое, значит, и сдача плохая, то есть и подготовка неважная. Сам человек подготовится практически, он может сам, но много чего не понимает. Поэтому и программой не допускается пропуска занятий. Ну, допускается 15% от всего объема пропустить, больше нет. Но все равно мы ученикам своим говорим, и говорим, что пропуск не допускает. Недопустимо пропуск, потому что будут проблемы при сдаче экзамена. Вот вы знаете, я к чему это все веду? Вот вы только что сказали о том, что мужчины, которые считают, что женщины нет места за рулем, вообще не правы, в принципе. Да, ведь... В принципе, да. Вот. Аплодисменты. Это я очень аккуратно подвожу к теме вот этой, знаете, дорожной агрессии, которая сегодня очень часто проявляется. И вот так как у нас все-таки Элеонора это не просто блондинка за рулем сегодня, да, это еще и очень квалифицированный психолог. Так. Элеонора, вот часто ли тебе приходится, вот вам приходится на себе испытывать вот эти моменты, когда, ну, ай, женщина за рулем, ай, ну и так далее? И что вообще в таких случаях посоветуете делать, когда случается подобная ситуация? Ну, как насчет женщины за рулем, наверное, я не особо испытываю, потому что зачастую я не слышу просто этих водителей, которые что-то там пытаются, наверное, сказать в мой адрес. Вот, сталкивалась с таким хамством на дороге, когда меня пытались проучить передо мной, затормозить, и чтобы я как-то, наверное, не среагировала вовремя. Вот. Ну и наблюдаю, конечно, очень много хамства. Есть даже такое понятие, как дорожная ярость. Его ввели американские какие-то исследователи в 80-х годах. То есть пытались это изучить, исследовать, почему происходит так. Потому что даже самый спокойный человек, который в жизни не позволяет себе ни матов, ни оскорблений, ни какого-то такого непристойного поведения, садясь за руль, может поменяться и может выкидывать такие вещи, которые просто от него никто не ожидал. Вы знаете, до конца передачи осталось немного времени, но есть очень много вопросов. В какое время года лучше всего начинать обучение в автошколе, спрашивает Лера. В принципе, нет. Здесь нет какой, в принципе, без разницы, когда можно обучаться. Потому что мастера учат, как правильно управлять автомобилем и как безопасно управлять автомобилем. Они и летом учат, и зимой. Ну, зимой лучше. Лучше, наверное, потому что экстремальнее, да? Да, ученик приобретает какой-то опыт уже. Скажите, а вот как выбрать автошколы? Сегодня их много, да? По какому принципу вы бы посоветовали? Как выбрать автошколу? Сейчас много, где можно посоветовать. Может быть, ближе к дому или там, где лучший инструктор? Ну, нужно посмотреть здесь отзывы об автошколе. Так? Посмотреть, конечно. Хороший очень совет. Конечно. Мы проводим вопросы, и кто к нам приходит? В основном приходят те, которые обучались, советуют. Да, много дает база автошколы. Это наличие автомобилей. Наличие автомобилей. Они у нас все новые автомобили. Вот, смотрят на это еще. Вот, ну, еще, конечно, стоимость обучения играет здесь важную роль. Большую роль. Конечно. Вот. Чем ваша школа еще отличается от остальных, кроме базы автомобилей? Ну, я не могу сказать, это не скромно будет сказать. Вы скажите, даже если не скромно, я попрошу еще нашего режиссера показать, там, кое-что ваши классы, да. Давайте, пускай люди знают, что такое автошкола Накотовского. Чем отличается? Ну, я хочу сказать, я уже сказал, хочу повторить, что у нас современные классы, автомобили новые. Можно сказать, самые новые автомобили в Гомельской области, и, может, даже в республике, самому старшему автомобилю, который сейчас эксплуатируется у Гомеля у нас, с 13-го года выпуска. Вот, самый новый у нас, вот, с 17-го года автомобилей. Вот этот промежуток автомобилей у нас эксплуатируется, то есть срок их. Ну, конечно, таких автомобилей будет много, желающих обучаться. Спасибо, большое аплодисменты нашим гостям. Есть вопрос для Григория Григорьевича. Что делать с машинами соседей, которые всю зиму стоят во дворе, спрашивает Николай? Машины... Наверное, заснеженные машины соседей, которые они оставляют, наверное, до весны, я так поняла. Здесь есть такое понятие бесхозные. Так. Это транспорт технически неисправный, а просто, если это соседа машина, которая припаркована возле подъезда, ну, что делать? Звонить в 115? Нет, в 115 здесь не поможет. Не поможет. Здесь могут быть такие случаи. Если это припаркована машина, ограничивает движение специализированной нашей техникой, таких как мусоровозы или подъезд скорой медицинской помощи, где-то загромождены, или они припаркованы на детской площадке, или на какой-то... С нарушением. С нарушением. То да, здесь можно сигнализировать и нам. Мы, естественно, живо размещать заявку или сигнализирует госавтоинспекцию, и здесь можно принимать меры. Но если он ничего не нарушил, стоит, то здесь можно призвать его только... Но, пользуясь случаем, я скажу, какие мы принимаем меры в зимний период, чтобы не было заторов. Ведь вот эти припаркованные машины, они нам практически не позволяют механизированно убирать дворовые территории. Это очень важный момент. Дворовые территории. Надо обратить на это внимание. Мы прошлой зимой, позапрошлой, мы размещаем объявления, мы просим автовладельцев, во-первых, не загромождать проезды, обеспечить проезд специализированной техникой. Также, паркуя машину во дворе, оставляя ее на ночь или еще, может, на сутки, предусматривать проезд скорой помощи к подъезду. Не дай бог, случится что-то пожарное, это очень серьезные вопросы. Ну и воспитательную информационную работу проводим. Значит, на подъездах размещаем объявления, просим автолюбителей, автомобилистов, чтобы они расчищали по периметру своего... Расчищают, скажите? Есть случай. Есть. В прошлом году женщины тоже расчищают. В прошлом году были, значит, эту работу проводили. И, да, медленно, но откликаются на это. Спасибо большое. Хотелось бы, вы знаете, передача заканчивается, один очень важный момент остался, это пешеходы. Вот я бы хотела все-таки, давайте напомним, попросите вас, да, давайте напомним нашим пешеходам основное правило, как вести себя на зимней дороге. Мы подготовили слайд, зрители его увидят, но я бы хотела услышать ваши рекомендации. Здесь комментарии такие, значит, зимний период, чем он характерен? Тем, что тротуары, пешеходные дорожки, обочина могут быть засыпаны снегом. И банально пешеходу никуда иначе невозможно пройти, кроме как по краю проезжей части. Зима – это увеличение темного времени суток, поэтому, согласно пункту 17.1 право дорожного движения, при движении в темное время суток по краю проезжей части пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом. В случае нарушения данного правила дорожного движения наступает административная ответственность. Но почему такая мера введена? При обозначении себя световозвращающим элементом для водителя пешеход становится заметен более чем в 5 раз дальше, то есть раньше. Это позволяет принять соответствующие меры, снизить скорость и избежать возможного наезда. Это большой, скажем так, прорыв в безопасности дорожного движения на территории соседних стран. Этого правила не существует. Скажите, пожалуйста, давайте уточним. Если мы идем вечером по темной улице, выходим на проезжую часть и не имеем какого-то фликера или светоотражающего элемента, то нас могут остановить сотрудники госавтоинспекции и выписать нам штраф при движении по краю проезжей части. При движении по краю проезжей части. Или просто идет по дороге. В принципе, мы уже нарушаем. Обращаю внимание, что зимнее время, оно характерно для этого. И предыдущие года показывают, что были наезды на пешеходов, потому что водитель в темное время суток не видел этого пешехода. Он внезапно появился, и водитель не смог ни затормозить, ни изменить свое направление, не смог объехать пешехода, совершил наезд. А если бы пешеход был обозначен в соответствии с правом дорожного движения, то, возможно, водитель, конечно же, бы его раньше заметил и принял меры для снижения скорости объезда этого пешехода. Это сохраняет жизнь. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы заканчиваем нашу программу. Программа «Добрый вечер. Гомель». Прямой эфир. Конечно же, закончить сегодняшнюю программу на тему «Зимняя дорога» мы не можем без советов. Какие полезные советы дадим нашим телезрителям, которые помогут автолюбителю не стать на этот скользкий путь и хорошо прожить до весны? Пожалуйста, коротко. Первое – готовность транспортного средства к зиме. Второе – снижение скорости. И третье – чтобы ваши маневры, чтобы ваше поведение на дороге было понятно для других участников дорожного движения. Спасибо большое. Слушаем вас. У меня одна просьба. Самое острое для меня в зимний период – это пешеходам быть очень аккуратным и осторожным при движении по пешеходным тротуарам и переходам пешеходным. Ну что ж, мы ждем чистых дорог. Чтобы избежать травматизма. Мы ждем, в свою очередь, чистых дорог. Спасибо большое. При управлении автомобилем быть внимательным, взаимовежливым. Соблюдать правила дорожного движения. Спасибо большое. Спасибо большое. Илеонора, как мы с тобой закончим эту программу? Уважаю друг друга на дорогах и участвую в дорожных войнах. Итак, дорогие друзья, без чего зимняя езда недопустима? Обратите еще раз внимание на этот список. Сегодня, да, у вас была такая возможность, в принципе, его переписать и выучить. Хотелось бы напомнить, что зима все-таки только начинается и какой она будет зависеть действительно от каждого из нас. Поэтому мы очень надеемся, что советы нашей программы помогут вам избежать неприятностей на зимней дороге. Берегите себя, берегите своих близких. Это была программа «Добрый вечер, Гомельс, Наталья Волынец». До новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова